Казачество и православие неразрывно связаны, но опираясь на данные статистики, нельзя утешиться. Как сообщил участникам семинара протоиерей Тимофей Чайкин, 90% казаков считают себя православными, но лишь половина из них реально участвуют в жизни приходов. А именно через вовлечение в приходскую жизнь происходит восторговление, через послушание, совместные дела милосердия, социальную помощь, участие в молодежных организациях среди своих единомышленников. Благочины Чеховского округа священник Константин Александров поделился с собравшимися своими впечатлениями от посещения круглого стола в Министерстве спорта Московской области, посвященного духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию юных спортсменов и тренерского состава. О последних составляющих нравственности и патриотизме говорили много, а вот о духовности почти никто не вспомнил. Наша основная задача – это именно духовное воспитание. Духовное воспитание детей, учащихся в воскресной школе. Духовное воспитание молодежи, которая приходит к нам на приходы и принимает участие в богослужениях, либо той молодежи, к которой мы идем в школы, в высшие учебные заведения, в колледжи. На территории Московской областной епархии был проведен анализ работы с казачьей молодежью. Опрос среди духовников провел священник Артемий Калягин и поделился результатами с участниками семинара. Молодежь охвачена именно казаками и казачьими духовниками в количестве 700 человек. У нас примерно 1650 казаков получают регулярное оторвление от духовников, ну вот половина примерно от этого числа. Отец Артемий привел примеры наиболее продуктивной работы с казачьей молодежью призывного возраста. Активностью отличаются благочиния многих подмосковных городов. Среди них наш сосед Жуковский. Молодый товарищ атаман Жуковского Каладарского казачьего общества, сотни журавлев, систематически проводит агитационную работу средней молодежи до призывного возраста. Выступает на днях призывника с докладами о государственном программе взаимодействия вооруженных сил и казачества. С казаками-призывниками, уступившими для прохождения военной службы в подшефтное цифральному казачьему войску участия, поддерживаются тесные связи. Перед вступлением члена Жуковского Каладарского призывники беседуют с духовником, посещают благослужения, исповедуются и причащаются. Огромная работа с молодежью до призывного возраста ведется и в Раменском районе. Казак Николай Юдин воспитывает курсантов сразу в двух патриотических клубах, превоскресных в школах Раменского благочиния. Он рассказал о методах, которые использует в работе, конкурсе «Знатоки истории Отечества», тестовых заданиях, которыми могут пользоваться все желающие. Один клуб «Высота» при храме Казанской иконы Божьей Матери, и второй «Ружина Победоносец» храма Воскресения Христова в поселке Быково. Воспитанники клубов в Раменском прыгают с парашютами, участвуют в исторических мероприятиях, сборах и военно-тактических играх. Крайний турнир прошел 16 сентября, он посвящен Букурской дуге и святому благоверному князю Александру Невскому. Преобладающим соревнованием на этих турнирах у нас является историческая викторина именно по Курской дуге и по князю Александру Невскому. Подобные методические семинары проводятся регулярно. Делясь опытом представителей казачества и церкви, возрождают патриотизм в душах подрастающего поколения. Ведь в истории казачества и православия много примеров героизма духа, веры и служения Родине. Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».